Экономическое состояние региона, развитие ключевых предприятий Верхней Волжья, поддержка областных инвесторов. Эти и другие темы стали главными в ходе общения губернатора Игоря Рудени с журналистами на федеральном телеканале «Россия-24». Он прошел вечером в четверг, 8 апреля. Подробности далее. Аналитическое кредитное агентство повысило рейтинг Тверской области со стабильного до позитивного уровня. Примечательно, что в этом году единственными регионами, по которым был повышен прогноз, стала Верхняя Волжья и Благородская область. Комментируя эту новость, глава региона Игорь Руденя отметил, что данный факт прежде всего это оценка работы всей региональной команды, всего блока правительства. Сегодня благодаря такому рейтингу мы можем позиционироваться как регион с устойчивой финансовой системой. Это первое. Второе. Это дополнительные возможности нашего бюджета. Это тот результат, который мы получили за работу, которую мы начали с 2016 года. Эта работа продолжается. Она системная, консолидированы бюджетными средствами. Возвращены все коммерческие кредиты. Еще одной темой прямого эфира стало развитие Тверского вагоностроительного завода. Напомню, в начале этой недели президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором компании «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, во время которой обсуждалась работа ТВЗ. Как отметил Игорь Руденя, сегодня завод является одним из самых высококомпетентных предприятий по строительству вагонов. Сегодня, когда мы говорим о вагонах, о том, куда мы их поставляем за рубеж, это в том числе и Египет. И также Франция сегодня изъявила желание рассмотреть возможность приобретения наших вагонов для рейсов, которые осуществляются на территории Республики Франция. Добавим, что Тверской вагоностроительный завод начал развивать обособленное подразделение на базе Торжокского вагонзавода, который уже изготовил первую партию кузовов. При этом в Торжке продолжаются строительные работы для расширения сборочного производства. Это позволит заводу осуществлять полный цикл выпуска опытных вагонов и вагонов малых серий. Благодаря развитию предприятия в Торжке было создано порядка 200 рабочих мест, а в ближайшем будущем появится еще 280 новых вакансий. Также в ходе прямого эфира была затронута тема вакцинации. Игорь Руденя рассказал, что в ближайшее время в районных и городских больницах будут дополнительно открыты еще 12 прививочных кабинетов. С этой недели стало у нас развиваться направление записи на вакцинацию через МФЦ. Поэтому тоже обращаюсь с зрителем, с жителями Торжкой области. Если кто-то не может или не получается записаться по 122 либо через портал госуслуг, либо через медтверь, либо просто в поликлинику не могут дозвониться, то можно прийти в МФЦ и записаться через МФЦ на вакцинацию в удобное время. Среди других вопросов, которые были затронуты в ходе прямого эфира, проведение в Тверской области международной поисковой экспедиции «Ржев-Калининский фронт», развитие инвестиционной привлекательности Верхней Волжье, поддержка региональных компаний на федеральном уровне, развитие футбола и другие. Субтитры создавал DimaTorzok